Мы должны их регулировать. Вопрос в системе мер это отдельная тема. Мы, например, от Компартии предлагаем, а вообще проблема нелегальной иммиграции, сейчас наряду с проблемой ЖКХ и коррупции, это три самых болезненных проблемы в стране. И вот что касается иммиграции, ведь в Москве несколько миллионов нелегальных иммигрантов, по стране их 10-15 миллионов. Преступность растет, каждое второе преступление совершается от убийств до изнасилования и легальными иммигрантами. Почему? Потому что люди приезжают сюда в надежде на получение денег, денег, значит, сегодня работа есть, завтра нет, денег вернутся обратно, а, естественно, социализироваться в этом обществе они не могут и не хотят, они возвращаются назад. И вот эта система отсутствия мер приводит к катастрофическим результатам. Я думаю, что наше население, которые уже, а мы, в общем-то, работаем с избирателями, которые нам, когда едут в свой округ, каждый раз об этом напоминают, заставляют выдвигать систему мер. Мы предлагаем, прежде всего, вернуть визы. Дальше, значит, при въезде проверять на знание русского языка, потому что большинство не только не хотят социализироваться в обществе, а говорят на ужасном или вообще не говорят по-русски. И много-многое другое. Возможно, одна из систем мер – это финансово такого несения залога. Мы не исключаем, что это тоже. Под этим и есть логика. Ну, для кого дискриминация? Вот спросите 140 миллионов населения России. Как вы считаете, для них дискриминация? Все же поддерживают. А те, кто приезжает, только заработать и уехать, для них это дискриминация. Ну, то если вы хотите серьезно приезжать в эту страну, серьезно к ней относиться.